МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2017 году Всемирная организация здравоохранения объявила Всемирный день здоровья темой борьбы и помощи страдающим людям депрессии. Кроме того, объявила о годовой кампании под названием «Депрессия. Давай поговорим». Ну, а поговорить о том, что же это такое, болезнь или просто проблема, где соблюсти эту грань между просто унынием и серьезным заболеванием, а также каким пагубным последствиям может привести депрессия. Для этого мы пригласили к нам в студию заместителя главного врача областной психиатрической клинической больницы, кандидата медицинских наук Алексея Рецкого. Здравствуйте, Алексей Станиславович. Здравствуйте, Александр. Ну, как всегда, по традиции я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, телефон прямого эфира 744-636. Если вас волнует данная проблема, присоединяйтесь к нашей беседе. Ну, и первый вопрос, Алексей Станиславович, конечно же, который просто назрел. Вот депрессия – это болезнь или нет? И вообще, правда ли, что вот у нас сложился такой стереотип, что русские страдают хандрой? Это наша национальная черта. Или все-таки это какие-то болезненные процессы? Нет, если мы говорим с вами о депрессии, конечно же, это болезнь, это психическое расстройство, которое имеет свою клиническую картину и с которой необходимо действительно бороться. Но хандра, наверное, присуща нам лишь отчасти, когда нас что-то беспокоит. А русский народ таков, он может и радоваться, и веселиться, и другие народы могут ему даже и позавидовать в этом. – И все-таки, в чем причина вот такого пристального внимания в последнее время к этой проблеме? Это статистика, может быть, которая растет от этих заболеваний, обращение людей с этой проблемой? – Конечно, это проблема, которая сейчас начинает выходить, наверное, на передний план. И Всемирная организация здравоохранения действительно обеспокоена теми статистическими данными, которыми она располагает. Во-первых, депрессия уже сейчас занимает первое место среди причин неявки на работу. Второе место – причин нетрудоспособности. И если таким образом будет продолжаться дальше, такое ее восхождение по этому пути, то к 2020 году она может парализовать просто работу развивающихся и развитых стран. Более того, порядка 350 миллионов человек страдают. – В мире? – Депрессией. – Да, совершенно верно. И постепенно она может даже обогнать инфекционные заболевания, сердечно-сосудистые. – То есть такие прогнозы даже делаются? – Да, совершенно верно. Такие прогнозы и есть. Поэтому депрессия – это очень серьезная проблема. Причем проблема, которая не просто является как бы изолированной. Депрессия сопровождает и другие расстройства. Она сопровождает инсульты, инфаркты миокарда. Она может сопровождать онкологические заболевания. То есть депрессия может быть как сама по себе, так и сопровождать другие заболевания. – Депрессия – это нервная болезнь, да? – Это психическое расстройство. – Совершенно верно. Психическое расстройство, которое сопровождается патологическим снижением настроения, утратой интереса к тем событиям и к тем ситуациям, Тем людям, которым раньше этот интерес был, кроме этого, она характеризуется еще и тем, что изменяется мышление человека, происходит изменение в его двигательной активности. Но, наверное, самое главное, это то, что ухудшается качество его жизни. А вот скажите, пожалуйста, что может стать причиной депрессии? Мы не говорим сейчас о мужчинах и женщинах. Это разные, честно говоря, причины бывают этому. Вот стресс – это уже проблема. Ну, если мы с вами говорим о причинах, наверное, две крупные причины. Первая – это эндогенная, то есть это связано с нашей с вами генетикой, потому что действительно есть такие данные. Что-то более подвержен, кто-то менее. Да, в некоторых семьях частота вот этих эффективных нарушений, она достаточно высокая. Это подтверждается и статистикой. С другой стороны, существуют так называемые экзогенные факторы. То есть это вторая группа, которые связаны с различными стрессами и с органическим поражением, в том числе и головного мозга, соматическими заболеваниями, которые могут провоцировать депрессивные переживания. Но если мы говорим про стресс, стрессу рознь, конечно же. Потому что если мы с вами говорим про стресс, который получают, например, во время матча наши хоккеисты, ну что ж, и поражение, и победа делают их только сильнее, скажем так. Но если мы попробуем пробегать хотя бы одну-две смены в таком же режиме, такой стресс, наверное, для нас будет достаточно серьезным. Поэтому, конечно, стресс надо рассматривать с точки зрения его возможности патологически повлиять на человека. То есть один и тот же стресс для разных людей, для одного он сделает сильнее, для другого он запустит процесс именно депрессии. А вот все-таки какой депрессии он запустит процесс? Ведь существует несколько видов депрессии. Есть более легкие виды депрессии, с которыми мы можем выбраться сами, что называется, да? А есть уже тяжелые, которым уже, извините меня, надо идти на ковер к врачу. Ну если мы говорим действительно о классификации, депрессия, то, конечно, она достаточно сложна. Но для людей необходимо знать следующее, что, конечно же, депрессии, они бывают очень разные. Причины их тоже бывают разные. Одни связаны с их конфликтами, которые возникают на работе, дома. Другие связаны с причинами, которые глубоко лежат в их генетике. То есть это независящие, по большому счету, от них причины. Что-то они могут предотвратить, что-то, к сожалению, человек не может предотвратить. Если говорить про депрессии, то, конечно, они бывают и простыми, и сложными. Но, наверное, для зрителей более, наверное, и понятно, это, например, тоска, тревога, апатия. То есть депрессия, она может протекать вот с этими чувствами. Наверное, какое-то еще самоуничижение, да? Конечно же, это могут быть чувства. Вины какой-то постоянной, да? Самообвинение, самоуничижение, собственные никчемности, которые могут начинаться от просто доминирующих идей и заканчиваться уже бредовыми идеями, когда депрессия переходит уже на очень глубокий психотический уровень. Сколько времени нужно понять, что у тебя уже эта проблема продолжается? То есть действительно, или вот если у тебя это месяц и прошло, это уже не депрессия? Или все-таки уже это первоначально какие-то признаки есть для того, чтобы обратиться к врачу? Нет? Я думаю, что можно обратиться, по сути дела, к нашему руководству МКБ-10, в котором даются признаки депрессии. И вот, по крайней мере, три основных признака, которые, наверное, могут характеризовать, что у человека, скорее всего, депрессия. Это сниженное настроение, которое практически в течение двух недель человека беспокоит и продолжается практически большую часть дня, и это настроение у нас сохраняется. То есть уже две недели, это уже срок? Две недели, это уже, да, серьезный срок. Кроме этого, потеря интереса к тому, что радовало раньше, и то, что человека, скажем так, давало ему силы. Ну и, конечно же, это повышенная утомляемость и отсутствие той энергичности, которая была раньше. Ну и, конечно, есть такие моменты, которые знакомы каждому человеку. Мы их расследим как дополнительные симптомы, но это снижение аппетита, снижение либидо, это нарушение сна. Да. То есть вот эти моменты тоже, конечно, они складываются в клиническую картину депрессивных расстройств. Достаточно часто, вот я встречал, готовясь к этой передаче, такой термин, как маскированная депрессия. Что это такое? Что это за термин такой? Как ее распознать? Ну, у нее много названий маскированная, ларвированная, депрессия без депрессии. И, конечно же, это очень серьезное расстройство, с которым знакомы не только психиатры, но и врачи общебольничных сетей, потому что порядка 60-70% пациентов, которые к ним приходят, они приходят с теми или иными симптомами депрессии. Причем эта депрессия такова, что она действительно маскируется под другие расстройства, в том числе и психические, и соматические расстройства. То есть какие-то даже физиологические процессы происходят, и мы будем догадываться, что это депрессия. Ну, вот, наверное, на слуху, синдром раздраженной толстой кишки, синдром... Расстройство, так говорится. Совершенно верно, да. Зултка, так как говорится. Да, ну, это кишечника. Также это могут быть и другие нарушения, которые протекают с болевыми ощущениями. Когда человек предъявляет боли в голове, в сердце, его обследуют, не находят никакой патологии, которая бы говорила бы о тех или иных нарушениях. А если он... То есть врачи-специалисты не могут определить, собственно говоря, поставить диагноз, да? Наоборот, они идут по пути определения диагноза, они совершенно все делают правильно, со стандартами оказания медицинской помощи. Но это не сходится, да, получается? Это не сходится. Значит, они принимают решение, что такого пациента надо показать психиатру. Им назначение антидепрессанта дает возможность убрать вот эти, казалось бы, соматические, в кавычках, расстройства. Вот что надо знать, запомнить. Хорошо. Прощайтесь. Вот скажите, пожалуйста, вот мне все время казалось, что депрессии все-таки больше подвержены люди, ну, разные люди характера бывают, да, например, есть холерики, есть флегматики, есть пессимисты. Вот пессимисты и холерики, это действительно так, что вот холерики не подвержены депрессии, пессимисты более. Или в последнее время это все тут наоборот, все смешалось? Ну, если мы говорим про темпераменту, то, наверное, меланхолики, наверное, они больше будут подвержены. Хотя холерика тоже можно огорчить. Да. Холерик, кстати, между прочим, виду своей активной деятельности, он больше подвержен стрессов и притягивает к себе, да, вот этих приключений. В том числе и так. Но, конечно же, существуют группы населения, которые наиболее подвержены аффективным нарушениям, в том числе и депрессии. Конечно же, это те, у кого в семье, у родственников уже отмечались депрессивные расстройства. Ну, вот вы говорили, генетические, да. Совершенно верно. Если сам этот человек в детстве перенес депрессию, то уже возможно. Кроме этого, женщины, они в два раза чаще. Вот почему? Они такие эмоциональные. Да? Конечно, они живут эмоциями. А мы же, мужчины, мы в себе копим все это дело, все негативные эмоции не выплескиваем. Иной раз, поэтому исследователи говорят о том, что, возможно, здесь некоторая ошибка и могла закраться. По какой причине? Мужчины действительно держат в себе, и при проведении тех или иных опросов, при постановке того или иного диагноза депрессии, мужчины могут не так рассказать, как женщины, о том, что они чувствуют. Вот, и поэтому здесь... В общем, собственно говоря, не признаться в этом. Ну, где-то, возможно, и так. Но существуют, конечно, и другие группы, которые нас тревожат. Это, конечно же, подростки. Подростковый возраст – это такой возраст, который для возникновения депрессии очень и очень такой серьезный. Ну что ж, о подростковой депрессии мы поговорим чуть попозже, да, к чему она может привести. Вот о чем я хотел спросить. Вот есть тоже, кстати, такое поверье, что депрессия обостряется особенно осенью и весной. Правда это и почему? Ну, я думаю, что... Ну, очень непонятно. Депрессия, там, все, значит, природа умирает, все желтое, да? Ну, и как у нас говорят, о весной, о витаминоз. О весной, да. Почему весной, да? Вот мне все время казалось, все оживает, наоборот. А у некоторых это спровоцирует. Если мы говорим про эффективное расстройство, то мы можем заметить, что у некоторых пациентов действительно имеется вот такая сезонность в появлении симптоматики. Но не обязательно у всех. У некоторых пациентов мы этого не замечаем. Но, с другой стороны, мы можем посмотреть на скандинавские страны. И вот там, наверное, все-таки вот этот вот паттерн, он прослеживается гораздо больше. То есть я говорю о том, что близость к полярному кругу, уменьшение светового дня, оно все-таки негативно может влиять на эмоциональную сферу человека. И поэтому в этих странах они вводят и светотерапию. И если вы посмотрите, как они одеты, в какие одежды достаточно яркие. И дома они стараются тоже делать достаточно веселыми, красивыми. Наверное, для того, чтобы вот эта вот эмоция... Радует себя визуально. Совершенно верно. Ну что ж, сейчас прервемся ненадолго. У нас на очереди небольшой медобзор, из которого мы узнаем последние новости из мира медицины. Давайте посмотрим. Семього апреля в рамках Дня здоровья на площади юности прошла первая городская яр-зарядка. Цель мероприятия – привлечь население к здоровому образу жизни регулярным занятиям физическими упражнениями. А яр-зарядку проводил мастер спорта и многократный чемпион России по прыжкам на акробатической дорожке Петр Фелисов. Позаниматься на открытом воздухе пришли десятки молодых людей. Спортивное мероприятие планируется сделать традиционным. В Ярославской области к Всемирному дню здоровья был приурочен областной фестиваль «Радуга здоровья». В четвертый раз его провели волонтеры вместе со специалистами областного центра медицинской профилактики. В этом году фестиваль посвящен проблеме депрессии. Слоган мероприятия – «Давай поговорим». Праздник прошел весело. Пожилые люди зарядили пришедших бодрыми танцами. Кроме того, гости фестиваля узнали много полезной информации о здоровом образе жизни, профилактике различных заболеваний, а также получили полезные рекомендации от областных медиков. Научные сотрудники из Таиланда рекомендовали пациентам с диабетом второго типа ложиться спать и вставать пораньше, чтобы избежать развития депрессии. Такой вывод был сделан после опроса групп пациентов, благодаря чему выяснилось, что даже с учетом возраста, пола, качества сна и других факторов, способных влиять на развитие депрессии, ложившиеся и встававшие поздно пациенты чаще страдали от этого расстройства. Ну что ж, мы продолжаем нашу беседу. Я напоминаю уважаемым телезрителям, что мы сегодня говорим о депрессии. Телефон прямого эфира 744-636. Алексей Станиславович, давайте теперь поговорим о том, к чему может привести депрессия, к каким последствиям. Наверное, самое главное, это для человека то, что он не может радоваться жизни, не может радоваться тем вещам, которые его раньше действительно давали ему возможность смотреть достаточно оптимистично на окружающий мир, строить планы, радоваться детям, заботиться о своих близких, осуществлять свои мечты, наверное. Вот это, наверное, самая такая большая проблема. Естественно, качество жизни этого человека, оно ухудшается и заметно. И здесь, наверное, очень важно, чтобы вовремя была оказана помощь. Ну и самое страшное, это, наверное, все-таки, о чем мы говорим, это мысли о смерти, да? Ну, к сожалению, они достаточно часто сопутствуют пациентам с депрессией. И более того, очень нехорошая статистика по количеству самоубийств, которая говорит о том, что если человек находится в депрессии, то риск того, что он совершит суицид в 35 раз выше, чем в общем по популяции. Вот тут мы как раз и подошли к подростковому суициду. Действительно, в последнее время статистика, ну, просто пугает. Почему подростки сейчас стали подвержены этому? Так стали впадать в депрессивное состояние? Я думаю, что, с одной стороны, подростки были всегда подвержены, в том числе и депрессивным нарушениям, потому что этот момент, когда происходит действительно взросление человека, психика достаточно хрупкая, человек не может определиться со своим местом в окружающем мире, пытается найти себя, возникают проблемы в семье, возникают проблемы со сверстниками, которые, как они считают, не слышат их, и хочется быть как-то лучше, хочется как-то понять смысл жизни, и когда он не находит это в окружающих, конечно же, риск возникновения депрессии, он достаточно высокий. Поэтому со стороны близких, со стороны родственников, конечно же, должен быть определенный подход к подростку, то есть не терять с ним связь. Да, как помните, был фильм «Ключ без права передачи». То есть именно родственники должны выслушать, понять подростка. Ну, конечно, роль школы, роль психологов, которые в том числе и в школах есть, никто не умаляет, но это только вспомогательный инструмент. Все на школу, ни в коем случае нельзя перебрасывать. Ну, родители, это понятно, не у всех такие хорошие семьи, где родители могут обращать внимание. Ну, в этом случае, конечно... В этом же случае должно общество каким-то образом обращать. Конечно, обязательно. Да? Скажите, пожалуйста, вот помимо вреда себе, человек, страдающий депрессией, может нанести вред окружающим? Есть такая статистика? Ну, по поводу такой статистики я вам не могу ответить. Ну, случайно. Если мы говорим с вами про депрессию, то депрессия встречается, как говорится, не только сама по себе, как мы говорим, рекуррентное депрессивное расстройство в рамках биполярного расстройства, но оно является одним из компонентов более, например, такого серьезного расстройства, как шизофрения. И, естественно, когда у человека идеи обвинения, самообвинения, они еще сочетаются с идеями преследования и так далее, то в этом случае такой человек во время психотической депрессии может быть не только опасен для себя, но и для окружающих. Ну и, конечно, здесь встает вопрос о его госпитализации, которая в этих условиях может быть даже произведена в недобровольном порядке. То есть депрессия все-таки может привести к серьезным психическим расстройствам, да? Она сама является психическим расстройством, конечно. Может привести к определенным последствиям, которые достаточно серьезным. Если вовремя не лечить. Вот, кстати, некоторые исследователи говорят о пользе депрессии. Вот я тоже слышал об этом. Человек, который когда-то пережил депрессию, у него сильнее как бы нервная система. Это так или нет? Смотря что он пережил и что он понимает под депрессией, потому что преодоление трудностей, когда человек сумел пройти через доморализацию и нашел выход при помощи друзей, сам это сделал, конечно, это сделало его сильнее. Но, опять же, любая депрессия, вне зависимости от степени ее тяжести, она опасна риском суицида. Поэтому, если депрессия определена, надо ее лечить или, по крайней мере, проконсультироваться с психиатром. Ну что ж, сейчас подошло время нашей рубрики «Здоровье и движение», после которой мы поговорим как раз о профилактике и способах лечения депрессии. Необходимо в нынешних условиях готовиться к беременности. Очень много случаев ни удержания беременности, ни возможности зачатия ребенка. Очень многие сейчас прибегают к современным технологиям по типу ЭКО. И поэтому остро стоит вопрос именно подготовки к беременности и родам. И поэтому специально заработанные комплексы упражнений позволяют очень качественно подготовить женщину к беременности, в частности. Это и укрепление мышц пресса, и укрепление мышц тазового дна, и профилактика варикозной болезни, и укрепление мышц спины с целью профилактики каких-либо болей в пояснице в дальнейшем, когда уже женщина после родов, да, будет носить ребенку, условно, какой-то период. Вот. И поэтому комплекс упражнений позволяет все это восстановить и укрепить. Также улучшить кровоснабжение органов тазового дна. Занималась до беременности, потом узнала, что беременна, и тоже продолжила заниматься. Все проходило под контролем врачей, корректировалась программа, контроль был и давление, и моих возможностей, поскольку заниматься с прежними весами стало достаточно тяжело, веса корректировались именно под мое состояние. То есть на каждом занятии мне измерялось давление до занятия, после занятия, и проблемы беременных меня миновали. Во время родовой деятельности иногда бывает вследствие того, что может быть крупный плод, да, или как-то ослаблены мышцы, скажем так, тазового дна. Возможно, такие осложнения, как геморрой, можно составить комплекс специализированных упражнений, которые будут помогать восстановиться жизнью, восстановиться женщиной после родов и, скажем так, вернуть былую стройность и, соответственно, радость жизни. Ну что-то, мы возвращаемся к нашему разговору, и как раз мы подошли теперь о способах лечения депрессии. Многие сразу начинают применять антидепрессанты, даже не ходя к врачу, да? Скажите, пожалуйста, это приносит какую-то пользу или, наоборот, это может быть во вред? Я думаю, что это даже не приносит пользу фармакологическим компаниям, которые выпускают данные препараты, потому что назначение без показаний ведет к заведомо плохому эффекту, и никто в этом совершенно не заинтересован. Если задумываться о том, что название-то антидепрессанты, анти против депрессии, да? Так. То есть получается так, что кто поставил диагноз депрессии? Депрессии диагноз имеет право поставить врач-психиатр, и уже отталкиваясь от этого, поставив диагноз депрессии, он может определить дальнейшую тактику обследования и лечения пациента. Причем это он может сделать в диспансерном отделении, куда может любой прийти житель Ярославля для того, чтобы попасть к своему участковому психиатру и рассказать о своих проблемах. И тогда уже на основании вида депрессии, степени тяжести может быть разработана программа, по которой данный пациент будет получать либо только психотерапевтическую терапию, либо это будет сочетание психотерапии и медикаментозной терапии, либо может быть такая ситуация, что потребуется направление данного пациента уже на стационарное лечение. В любом случае индивидуально. Естественно. Более того, я хотел бы предостеречь от назначения препаратов антидепрессивного спектра самим себе, потому что есть особенности данных препаратов. Некоторые из них не сочетаются с другими препаратами. У нас на кафедре психиатрии отдельно читается профессором Григорьевым Еленой Алексеевной такая лекция, которая касается взаимодействия лекарственных препаратов. И наши врачи, они в курсе данного взаимодействия, и они не допустят применение несовместимых комбинаций. Это очень опасно. Самолечение ни в коем случае предупреждать. Вот вы знаете, накануне передачи мы решили спросить ярославцам, как они борются с депрессией. И вы знаете, конечно, не абсолютное большинство, но многие сталкивались с этой проблемой. А вот как они с ней справляются, мы сейчас с вами посмотрим. Давайте. Можете посоветовать какие-то выходы борьбы с депрессией, вот способы борьбы с депрессией? Работать больше, пройтись по улице, думать о хорошем, и все. Дачей. На даче было. Там занималась физическим трудом. Кушать сладкое. Да, помогает. Бананы и шоколад. Кто шопингом занимается, кто таблетками, кто просто. Кто-то стакан вломит, кто-то погулять просто пойдет, кому что нравится. А просто чихал на все и пошел дальше. Спортом заниматься, нормально будет. Любимая работа всегда помогает. Профилактика витамины. Пулевитаминчики всем показаны, я как медик вам скажу. Денег нет, учеба напрягает, работы нормально не найти, и все плохо. А вот каким образом молодежи выходить из депрессии? Ну, отучиваться, идти работать. Да, просто нужно перетерпеть. Вот видите, сколько рецептов предлагают ярославцы для избавления от депрессии. Некоторые из этих рецептов я бы не посоветовал бы. Это заедать. Депрессию, кстати, вот маскированная депрессия, которая иногда не проявляется явными такими эмоциональными нарушениями, она вот таким вот образом заедается и в виде булимии проявляется у людей. То есть человек идет, открывает холодильник и начинает есть все подряд. Да, то есть он не решает проблему. Он не решает проблему. Такому человеку, если у него нет выраженной депрессии, если она легкая депрессия, наверное, прямой путь к психотерапевту для того, чтобы с ним разобраться о своих проблемах и их решить, и тогда не нужно будет так много кушать сладкого, хотя, ну, вкусные. Ну и так, подводя итог всему вышесказанному, что бы вы могли посоветовать нашим телезрителям? Ну, во-первых, не болеть, это самое главное. Будьте здоровы. И при ситуациях, когда вы действительно ощущаете себя в состоянии депрессии, знайте, что есть центр профилактики, который у нас имеет свой сайт, где вы можете посмотреть, как можно там для населения имеется специальная шкала, по которой они могут оценить. Определить степень своего заболевания. Совершенно верно. Там же указаны номера телефонодоверия, по которому квалифицированные специалисты могут действительно посоветовать и помочь в трудной ситуации. Ну и есть, естественно, наша психиатрическая больница, которая располагает и диспансерными отделениями для взрослых, для детей, дневными стационарами, а также участковые психиатры, которые всегда будут готовы вам помочь. Ну что, спасибо вам большое за беседу. Надеюсь, ваши советы возьмут на вооружение наши телезрители. Здоровья вам и вашим пациентам. Всего доброго. Спасибо. Как бы ни тяжела была депрессия, ее можно победить, но чтобы она не затянулась надолго, стоит все же вовремя обратить на ее внимание. И надеюсь, те способы, о которых мы сегодня рассказали в нашей передаче, помогут вам быстрее справиться с этой проблемой и вернуться к активной и счастливой жизни. Берегите себя и будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok